Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Я думал, что сегодня не получится. Что там у вас случилось? Приезжали из деревни. Роман приехал, кое-что купить надо было. Игорь Барабаш, они уехали. Ну а там по деревке там копают два ряда пруда. Один пруд, а другой так. И там, чтобы его не прорвало, у них когда-то раньше был ложок, лог. А нынче занесло, ну, два с лишним метра высота. И сейчас они там бьются деревья. Я к утру, может, ролик поставлю, вы посмотрите. Никогда этого не было столько, чтобы вода пошла не через плотину там, потому что там дорога, там мы не можем сделать ни моста, нельзя сделать никак, чтобы она из пруда, когда наполняется, пошла в этот отрожек, который зато первый мостик. Ну, не знаю, получится нет. Они уже сколько дней там все работают. Ну, еще таять не начало, да? Как? Таять не начало. Таять не начало? Да нет, маленько в городе только тает. В городе. А там, видно, совсем еще нету. Видно, что снег даже не мокрый. Здесь, видите, снег-то черный. А черная, значит, она притягивается. А там-то белизна прям вот абсолютно, как простынь. Ну, вы увидите там. Я к утру поставлю. Я уже, кажется, его, это, ужал маленько. Ну, я чего зашел-то? У меня смысл какой-то. Это самое, то, что я написал, вот, там, несколько строк, да, по поводу... А вот ролик моего последнего с Владимиром Скоб, да, с этим пятидесятником, вот, хочу поделиться, потому что прям у меня на сердце рано. Потому что работал над роликом, над этим я часов, наверное, 30. Вот. И, конечно, это для меня детище такие вот, и терять их жалко. Тем более, что и приняли участие, там много людей, и все такое. Вот. Ну, там я хочу рассказать, какая предыстория-то получилась. Точнее, не предыстория, а это уже последствия выставленного ролика. Вот. Значит, ролик стоит несколько дней. Ну, где-то 3 или 4 дня. Вот. Ну, Владимир просмотрел его и пишет мне, значит, комментарии в скайпе. Нам, говорит, нужно еще раз встретиться, потому что в ролике допущено много, ну, несоответствий. То есть, я бы хотел, он говорит, я хотел бы сделать поправки. Вот. Ну, и тут же говорит, надо поговорить, потому что это полезно будет для вашего имиджа. То есть, для моего, как бы, не потерять мой авторитет. Ну, то, что я на этом ролике свой авторитет потерял. Вот. А они его уже в своей общине уже начали молиться там за меня. Они молятся. Вот. Ну, а я... Я уж потом говорю, да не надо за меня молиться. Вы как молитесь-то на языках там, на своих? Вот. Вот. И это... И, видимо, ролик-то посмотрело уже около полутора тысяч человек. И, видимо, посмотрели люди из его общины. Вот. И они дали ему, видимо, понять, что я его выставил, ну, не в добром свете. То есть, он написал под роликом такой комментарий, то, что, Сергей, вы опубликовали нашу беседу, нарушив мои права. То есть, прав я не нарушал. Я у него спрашивал разрешение, но я не выставил это, конечно. Я вот это не выставляю, то, что когда я спрашиваю человека разрешение. Вот. Но я у него спросил в конце беседы. Я говорю, Владимир, ну, я можно выставлю ролик-то? Вы не против? Он говорит, да нет, я не против. Вот. Но он, видимо, думал, что у меня вот так, как у вас, выставляется все напрямую. Но я-то стараюсь. В чем суть моих роликов? Я, как бы, стараюсь работать на разный контингент людей. То есть, люди есть, которые быстро схватывают информацию и, как бы, проглатывают ее. А есть люди, которым нужно пережевывать. Вот. Я стараюсь ее пережевывать информацию, чтобы она доходила, ну, до разного уровня людей. Поэтому я делаю. Но он меня обвиняет в том, обвинил в том, что я в ролике вырезаю слова, накладываю их как-то там и меняю смысл говоренного. Но это я уже не выдержал. Я уже тут, конечно, для меня была как красная тряпка для БК. Вот. И у нас, как бы, планировалось беседование с нескольких дней. И все не получалось. Если у него времени не было, то у меня, ну, для вот его как раз вот этих поправок. Вот. И тут я все с утра, я уже зажигаю зеленый огонь у себя в скайпе. И жду его, сижу, пока он выйдет. Это самое. Ну, потому что у меня... Потому что он публично, он меня оболгал, что я какие-то там мошенничества. Это же мошенничество. Это то, что я занимаюсь, получается, ложью. А в ролике идет прямой текст. То есть ни одного слова его я не удалил, не вырезал. То есть там все... Во время беседы, когда я его дождался, я ему говорю, Владимир, вы меня обвиняете во лжи. Вот. Я предлагаю вам пригласить любого маломальски разбирающегося человека в редакторах звуковых. И он сядет между нами, и он вам покажет, что там нет ни одного... Там идет прямая звуковая дорожка. То есть нет ни одного выреза. Вся его речь полностью выставлена. Ну, дословно. То есть ничего не вырезано. Единственное то, что я вырезал из этого ролика... Ролик был час двадцать пять. Я вырезал последние двадцать, а может, двадцать пять минут, где он начал уже при конце хулить Богородицу. Уже перешел там на мощи, на иконы, на прочее. Я его там затормозил, я сказал, я на эти темы говорить не хочу. И я его не предупредил, что это вырежу. Вот. Ну, это я не знаю. Я хотел в этом ролике показать как бы видение наших пониманий веры, кто во что верует, как мы понимаем священное писание. То есть я сделал... Я не был совершенно готов к этой беседе. То есть если он с распечатанными листами, да, он полностью подготовленный, там где-то он папе там вычитал, все ссылки пособал, то я совершенно не был готов, поэтому я ссылки свои сделал потом уже. Вот. Ну и дело-то в чем? Я говорю, Владимир, если вам вот это место, допустим, какое-то... Ну, какое место? Причем, я не знаю, как так получилось. Видимо, он сам хотел сказать и не договорил. А место такое, что когда восядет Антихрист в храме, то во время прихода Господа, ну, как бы получилось так, что он войдет в храм и заберет, возьмет из рук Господа свиток. Ему вот этот вот момент особенно не понравился. Он говорит, я такого не говорил, это вы подставили все. А я ничего не подставлял. Это он в уме своем так выдумал, и так получилось. Ему так ум... Он сам себя обличил. Вот такое учение получилось нелепое. Вот. И я выставил это. Ну, и как бы... Ну, не то, что насмешку, я просто вот обозначил, что вот здесь вот такая вера. Ну, конечно, он не так верует, это понятно. Я говорю, давайте я вырежу этот момент и поставлю ролик. И он говорит, нет, ни в коем случае. И если выставлять ролик, то, ну, вот, запись такую без этих самых... Ну, без всяких ремарок там, без всяких вставок. Ну, вот, на этом все и закончилось. Как бы он... Разошлись мы. А ролик... Не, ролик я, если кому-то надо будет, я через соцсети буду показывать людям его. Потому что ролик очень полезный, я не знаю. Там видна вся сущность, понимаете. Люди, вот они, они сектанты. Они, понимаете, они одевают преисподнюю одежду, белье. И выходят на площадь, и им кажется, что они в парадной одежде. Они где-то там вырывают каких-то сомнительных... Ну, может быть, есть и святые, у которых была такая сомнительная вера. В частности, Оригин, хоть он и не святой, да, он уважаемый человек. Он и в православии уважаемый человек. Но все-таки с такими ересями, как у него, как его можно принимать? Тот же папий, которого он приводит. Ну, и другие люди. Ну, они могли заблуждаться. Они тоже люди. Тысячелетнее царство. Что это вообще за вера в тысячелетнее царство? Это у человека, у христианина, это в голове даже не может уложиться. Христианин ждет разрешения, встречи со Христом. Но никак не жизни тысячелет на этой земле. Вот, что это за вера? Так могут верить только абсолютно мирские люди. Христиане так не веруют, тысячелетний царственник какой. Ну, и он говорит, я, Игнат Тихонович, зайду я ему. А, ну и суть в чем-то. Вторая беседа. Мы соединились с ним, созвонились. Я говорю, ну давайте, статистацию вашу я готов выслушать. Все ваши опровержения. То, что вы говорили по праву, у вас много. А он мне по-новой начал это учение рассказывать все. То есть то, что он мне рассказывал. И он по-новой все, понимаете, вот с первых слогов. Вот это как будто у нас не было вообще беседы. Он начал меня опять о папе, о аборигене. Я говорю, так, стоп, стоп, Владимир, вы что мне это, голову морочите? Как будто мы с вами не говорили об этом. Понимаете, как будто зомбированные люди. Ну, в принципе, что, и у меня нечего сказать. Может, что добавить? Не разговаривай. Я просто знаю. Вот как он кидается на разные места Писания. Ни одно место правильно не толкует. И заботится о том, чтобы в Иерусалиме восстарилось царство. Это как раз говорит, что веры у него христовой нет. Они там с евреями связались и похвалы ждут. Не надо ничего. Ничего не меняйте, как будто вас нет. Заблокируй его, в черный список занеси. И на этом конец. Перед кем говорить? Самое мощное беснование у них. Из всех 21 тысячи разных религиозных названий именно у них. Вот сейчас харизматы дошли к последней точке. Сколько там людей, там они ползают, орут, падают. Полное, абсолютное беснование. И зачем с ними говорить? Зачем осквернять себя? Один раз поговорили, у него ничего нет. О тысячелетнем царстве я дал такие материалы, которые больше он нигде не найдет. Воскресит Господь в последний день. И все места выбраны. А у них до последнего дня еще тысячу лет. 365 тысяч дней. А Господь говорит, воскрешу в последний день. Но они слепые, они не видят. И не надо больше разговаривать. Мой совет один. Побереги себя. Ты еще нужно людям. Ты ничего не докажешь. Он не слышит. Он ни одного слова твоего не принял. Он берет местоописание, которое не толкует даже Феодорит Кирский. А он в основном, его толкование на Ветхий Завет. Ни у Златоуста нигде нету. Он сам. И сказать, а где кто так ты толкуешь, он не знает. Он просто бродит, берет, а я думаю, он должен восстариться, как волк с ягненком. Он не понимает ни одного слова. И он зато говорит, как? А смотри, говорит, как рыкающий лев идет в Савл. А там ягненок спрятал санание. А теперь они вместе с одной чашей причащаются. 11 глава Исаия, пророков. Вот о чем говорится. Он не понимает, о чем речь идет. Вот царство Христа пришло, приблизилось царство небесное, приблизилось. А они поняли, что земной. И он о земном царстве-то говорит. На земном здесь что-то будет. Это притечь Антихриста. Они готовят престол Антихриста. Не разговаривай ни разу. Просто вычеркни его. А он будет к тебе. И у меня один такой недавно, баптист, тоже пришел. Я стал говорить, что он ничего не слышит. И я его заблокировал или там что-то делал. И стучится, и стучится. Уже, я не знаю, раз, наверное, 50 он ко мне звонки дает. Ну, я вижу, кто. Открывается же, видно где-то. Но я никаких. Продолжаю работать. И он раз 10 подряд, очень наглый, нахальный. Я ему сказал, ты ничего не слышишь. Городишь такую билиберду, даже уши, говорит, вянут. И что я тебе буду слушать-то? Я тебе даю чистое словесное молоко. Толкование святых отцов в святой вселенской церкви. Он ничего не принимает. И это точно такое же. Где находится Песятика? Беснование. Там бес все запечатал. Вот мой тебе совет. Ничего не задевай. Ролик исключительно полезный. Во всех отношениях. Тем более, столько дали там комментарий. Это долго там будут люди пастись разные. Друг другу сообщать будут. А его там собрали соотечественники, единомышленники. Да не такие же, как он. Ну и что? Один неправильно понимает. А теперь 20 будут тебя тиранить здесь. Ты должен ему доказывать. А тебе нужно есть доказывать. Своё мнение хочешь. У них имя же твой. А он им не нужен. Он заботится о себе, что он там нагородил и понимает. В следующий раз у него не получится. Он любимым путями начинает угрожать. Я не давал согласия и прочее. Не разговаривай. Смотри, что дальше он будет делать. Что вот эта хищническая сущность обнаружится во всей полноте. В полный рост он вылезет. Вот, Игнат Ильич, вот вопрос. Мне его, мне задали этот вопрос, а я его вот вам сейчас задам. Ну я ответил по словам. Сейчас вот как вы ответите. Как может быть вот при таком несоответствии. Вот мы смотрим на этих людей. Кажется, люди смиренные, благочестивые. Вроде бы с виду такие вот прилежные люди. Это, кажется, ну настоящие христиане, да? Вот. А почему вот такое несоответствие происходит? Ну о них же Господь говорит. Я вот прочитал, допустим, плоды ереси какие. Ведь ересь подпадает и под блуд, и под чревоугодие, и под алкоголизм. Под самые страшные грехи ересь попадает. Ну как могут вот такие люди, вот с таким благочестивым видом и нравом, как они могут называться еретиками? Да они только вид принимают. А сила же, говорит, его отрешшаяся. Идет великий пост. А пост, как правило, 69-й говорит. Ему-то ничего не надо. А папе какого-то находит, оригена находит. Он что угодно будет. А нафиме предано все учение о оригене-то. Как гонялись за ним. Теперь, почему ему не принять то, что Господь установил уже? Ему это надо про евреев, где он во царице Антихриста? В храме Иерусалимском. Они должны отстроить его. Третий храм Иерусалимский. Он никак не может понять. Может быть он в Москве во царице или где. С ним не о чем говорить. Совершенно. Он воткнулся, где-то там что-то перебирает. Папе. Он одно и то же будет повторять сто раз. Тебе это надо? Зачем это нужно? Это его видно просто с налету. Только начал говорить, я вижу, там ничего у него нет. И он среди своих, видимо, вот этими местами Библию рисует. Он благочестивый. Вы не знаете, не жили среди них благочестивые. А я жил среди них. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Он на исповедь ни разу не ходил. Он ни разу не причащался. Значит нет жизни. Там жизни нет никакой. Почему? Кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь жизни в себе. У него этого нет. Он не понимает. Он сам собой руководит. И ни одного канона он не принимает. Ни одного. А это, если взять все соборы, полторы тысячи епископов. И были те, которые многое претерпели от гонителей. Ему это плевать на все это. А вот свои, свои рядом там, это его родные и близкие. А кто-нибудь так понимал, как он? Да не один. Никто так не толковал, что он будет где-то там зайдет к антихристу. Ну тоже такая бредня, что слушать нечего. Не слушай и на этом закончи. Продолжай работать. Ролик получился хороший. Вы просто показали, кто он. И ваши ответы все на месте стоят. Я его от корки до корки прослушал. Ничего не задевай. Он будет угрожать тебе. Угрожать даже будет. Они там молиться будут. Да молитву не счастлива, Бог не слышит. Один праведник своей молитвой о всех задавит сразу. Ко мне на занятия, когда в университетах вел, пришли одни мать и дочь, одетые в черное во все, колдуны. И она говорит, мы пришли, много слышали о ваших занятиях. Мы пришли, чтобы все разрушить. Открытым текстом сказали. Я только объявил, царю небесные пропели. А у меня иконы стоят, аудитория мне выделена была в корпусе. А студентов 21 тысяча. То есть это очень большой университет. И я всех призвал к молитве. И мы стали молиться, а они как на сковородке закрутились. И они вымелись оттуда, больше никогда не были. Мы будем молиться, ничего не будет. Они ничего не сделают. А что он сделает-то? Молитву беззаконникам, что любовь будет удовлетворять. Он лжет, лжец. Все на этом. Ясно. Да. Прикрой. Страницу эту переверни, закрой. Больше никогда с ними не выходи. Я в скайпе его удалил уже. Я с ним больше не буду. Если он 50-ник, кто-то приходит. И вас сомнение скажет. А вы не 50-ник, 50-ник. С ним разговоров нет, они бесноватые. И закрывай. Вы их сильно одним этим словом сразу заставите задуматься. У вас ложь. Я вчера, опять же, я вроде и звонил вам последний раз. Я сказал, что не хочу общаться с сектантами. А вчера батюшке позвонил. Он говорит, я наоборот тебе благословляю говорить. Говорить с ними или не говорить. Я вот если я не могу определиться, что делать-то. Надо с ними говорить вообще или нет. Ну, понимаете, они разные. Допустим, если это баптист заходит, с ним можно говорить. Даже с адвентистами седьмого дня можно говорить. Ну, как говорить? Какой-то вопрос и показать, как разумеет Вселенская Церковь. Не больше. И молиться. А с этими нельзя говорить. Они одержимые. Они на разных языках как будто. А никаких языков нету. Они лжецы. Он стопроцентная ложь у них везде. Ну, отец Олег Синяев. Ты же знаешь его? Он пришел к ним. И у них там где-то, я не знаю, где он в Кемерово или где служил. Песчатником-то. Ну, и он еврейским языком занимался. Решил прощать молитву за упокойную. Как они взгамазились, говорят, все. Брат пришел, язык я на Дани... Толкователь нашел, истолкователь языка. Стал говорить там возвышенное что-то. Он говорит, нет. Это молитва еврейская. Они уже ему не верят. Это Бог проглаголил через вас. Они лжецы. Я сейчас готовлю ролик. В общем, информация вообще удивительнейшая. Наши филологи современные... Ну, я сделаю ролик, там он короткий будет, минут на 10. Филологи... Вот есть такой Авгейенко, ну, знаменитый он такой, учитель, филолог, переводчик. С греческого, с древнееврейского. И, значит, нашли... Ну, я ролик сделаю вообще любопытнейший, получается, ролик. Нашли, что в 11 главе книги «Бытия» слово «язык» стоит в разной транскрипции. То есть вверху одно слово из семи букв, внизу слово «язык» из пяти букв. Вы понимаете? И они начали копать, в общем, эти филологи. И докопались до того, что, как написано, и был род один, народ один, род один и губа одна. То есть до построения Вавилонской башни у людей был не язык, не на языке говорили, а на губе. Почему? И я, опять же, почему увидели апостолов, некоторых апостолов, как пьяными? То есть у нас как бы через губу не переплюнет, да? Или губой шевелит там. Вот. И именно апостолы были как пьяные. Они говорили вот на том довавилонском языке. Вот. Но это не язык, а как бы звуки подобной пении. То есть, ну, хорошо, вот этот Авдеенко объясняет это всё. Удивительная информация. Она причём разрушает полностью вот это говорение на языках. И она подтверждается священным писанием и многими переводами древними, как греческими, древнегреческими, так и древнееврейскими. Что это слово, сафат, по-моему, по-гречески, оно звучит, именно переводится как губа. Понимаете? То есть, была не язык один, а губа одна. Нет, брат, держись с синодального перевода. Никакой губы не придумываю, пускай. Они сегодня говорят одно, завтра другое. А скажут, это список был повреждённый, за ними не угонишься, да и не надо. У нас абсолютно... Так это в переводе, вот сегодня в интернете, забейте, допустим... Не буду даже забивать. Я знаю, что для меня синодальный перевод – это суперсовременный. Лучший перевод в мировой практике, сегодня уже признано это. Беседует... Нет, это выпускать нельзя, я обязательно сделаю ролик, потому что это интересно. Нет, ну они это даже скажут, там нет такого написания, это не довод. Довод один, что Ириней пишет, Ильонский. В третьем веке уже языков этих не было, всё. Вот единственное свидетельство, и кроме того, духи пророческие повинуются пророкам. У них не повинуются. Ещё, если нет истолкователя, молчи, они молчать не могут. Вот и явно, что это не Божий дух. Вот и всё. Надо по этому... А это ничего не даст. Только сам себя будешь мучить, и они скажут, а это не написано. Я не для них, я вообще для людей. Это получается, понимаете, если добыстроение... Если Ной говорил именно не на языке, а на губе, то значит весь допотопный мир говорил именно на таком диалекте. Значит, и Адам, и Ева говорили на вот таким способом, методом... Без языка-то губы-то ничего не значат. Очень. Я пробовал и предлагаю людям попробовать, и можно тысячи вариаций выстраивать. Звуки губой, одной губой говорить. Ну без языка-то что сделаешь-то? Язык? Как поворачиваться-то? Можно, можно. Ну не знаю, если языка-то нет... Вот пьяные, как говорят, они языком еле шевелят, они не шевелят языком, они губой говорят пьяные. Ну ладно, пускай, пьяные остаются пьяные. Они не понимали их, и когда губами шевелила, ничего не могла сказать. И Ли, первосвященник, сказала Ане, напилась, иди проспись. Она не издавала звука никакого губой, только губы шевелились про себя. Это же написано в книге царств, в первой книге царств. Анна, дочь, мать Самуила. Ну апостолов-то смеялись над апостолом, говорит, что они пьяные. Ну так пьяные, да, непонятные. А вот именно что так, именно это пьяный язык, пьяные на губе, вот на это и говорят, пьяные вот так именно. Никто про губы не говорит, ни Златоуст, ни Афифилак. Как я могу ссылаться на это? Я никогда на это не пойду. Это понятно. Никто, ни Василий Великий, ни Соборы, никто на губах не играет. Четко ясно, язык говорит, того и дан, чтобы выразить мысль. На разных языках, не на разных губах. Это пророчество было. И залью духа моего. Языки Бог дал после, во время построения Вавилонской башни. Разъяснил народы на языки. А день Пятидесятницы, говорит, соединил, а эти Анти-Вавилон стали понимать друг друга. Вот когда считаешь эти, на Троицу каноны, и там все это сказано в богослужении. Напротив Вавилона день Пятидесятницы. Как напротив смерти, воскресенье. Ну ладно, я пошел, а то вам тоже там отдыхать пора уже. Нет, еще не будем отдыхать. Я выставлю там интересный ролик, там, как наши копали траншею. И сегодня я выставил один ролик сейчас, вот такой Квачков, когда его посадили, там 14 лет, кажется, дали ему, 13 лет. Ну а потом Верховный-то суд сбросили, ему еще 8 лет. Полковник ГРУ. А он еще не освободил? Нет, сидит. И я сегодня на эту тему сказал. Квачков и мятеж. Его статья мятеж. Что такое мятеж, как мы должны относиться к этому. И показал его фотографии, что ему это на пользу, что он там находится. Какие фотографии здесь и какая там у него сидит. Он такой миленький старичок, сидит спокойный. Какая у него шконка там, кровать. Я это все разъяснил. И на основании, вот как выглядит Квачков, мятеж во свете Святой Библии. Только сейчас выставил ролик. На ютубе на нашем. Посмотрите, если... Он не так и большой, но там очень богатый материал выложен. Я как раз говорю о президенте и все, что эти мятежи дают. Кто вот эти разные Майданы устраивает. Я все к этому подвожу. И чем это заканчивается? Вот так. Геннадий Ильич, я узнаю еще, что у меня, какой тема есть. Ну как, не тема, а поделиться хочу чем. Вот несколько дней назад еще у меня как бы была, может быть, можно сказать, надежда. Вот я говорю о баптистах. То есть баптисты, так как они самые близкие к православным, у меня как бы была надежда на их спасение. Понимаете, я верил в это. Но я с детства еще 40 лет назад видел баптистов, которые такие старые, замечательные люди. У меня были друзья из семей баптистов. Поэтому я знаю точно и видел их жизнь, как люди жили. Поэтому вот. А сейчас-то я, знаете, как пересмотрел эту тему. И что я думаю? А смотрите, Господь-то как сказал, что должно в мир явиться соблазном, но горе тому, через кого соблазны приходят. Баптисты явились соблазном для образования вот этих всех будущих сект. Вы понимаете? Они стали тем камнем, об который все споткнулись. Да. Я им говорил не раз об этом. Говорил. Они не в церкви. Вот главный вопрос. А что они там думают о себе? Какое? На исповедь не ходят, не причащаются. Вот и весь ответ. На исповеди не бывает и никогда не причащаются. Значит, он живет своим умом, никогда не причащается. У них таинства ни одного нет. Вот сейчас начинают. А что, 7 миллиардов? И по-вашему, что, все погибнут? Нам не надо рассуждать. На платформу Осипова не становись. Бог сказал, много званых, мало избранных. Не нам считать. Да что, которое краплено, не крощен, не погруженное, что все погибли? А я думаю. Зачем тебе думать, вопреки Писания? Когда, говорит, крестили Близзинона, где много воды. И, как говорит Кирилл Урусалимский, скрываясь под водой, мы умираем. Ни один старообрядец, если считать их старообрядцами от княза Владимира, по сегодняшний день, а 50 с лишним толком, не крестили ни в полное погружение. А чего ради вы крестили? И кисточкой помахал, а девши стоят там, в зимнем пальто, в платках, ни до капли не попало. Все крещено. Больше безумия сатана его как будто придумать не мог. Да какое же это рождение? Это рождение в воде. Рождение. Он из воды появляется. Они не знают. Во тьме ходят. Вот говорят экономия. А я экономию представляю, как слепая, мертвая, накрашенная старуха. Бредник, пряных старух. Вот это их экономия. Вроде пригладить надо, а люди и так уже все изнурены. А я буду как-то, то есть, лжет в открытую. Да кто тебе позволил это делать? Ну ладно, у нас люди некоторые подслеповатые. И решили бы все, ладно, убрать светофоры. Все равно не видят. Наоборот, уже стащили. Все. И меньше стало нарушений разных. Нигде этого не было. Что если много нарушений, значит, давайте все уберем. Наоборот. И так и здесь. Нарушитель есть нарушитель. А то 7 миллиардов, да по-вашему, да не по-моему. Кто будет веровать и креститься, то есть, погружаться. Кто будет. А кто не будет веровать, не будет спасен. Нам не надо гадать. И надо исполнить, что Бог нам повелел. Пост не соблюдает. Почему не соблюдает? Я говорю, вы знаете, живете среди православных. Ну да. Вы знаете, для православных пост, что значит, да? Ну, ради ближнего, Павел говорит, чтобы не соблазнить, не буду есть мясо и пить вина. А вы мясо не ешьте сейчас. А почему они должны есть? То есть, они никогда не идут на это. Утробы ленивые. Вот и весь ответ. Для плоти угождают. Для плоти. А так, внешне он ничего не делает. Ну, кандидаты в космонавты. А ты глубже качни. Как это, коснись. И когда с ними где-то вот так вот долго бываешь, да когда приходишь, а в церкви там свои бабушки у нас такие, там дедушки там какие, до того они наши православные, дорогие, близкие делаются, каждого обнять охота. Там столько надменей у баптистов. Первый вопрос. А ты спасен? Ты спасен? А он ничего не знает. Пацаненок маленький. А ты спасен? Каждому пристает. Сатана. Павел говорит, спасен и в надежде. Но я же верю. Я говорю, а Павел сказал, многие, ни один, ни два, потерпели кораблекрушение в вере. Вы верите в это? Он ничего не знает. Глаза вытаращит и смотрит. А православные как? Они могут сказать, будь милостив ко мне грешному. Создав у меня Господи, помилуй меня. И бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного. Это мытарь, который бьет себя в грудь. А это я спасен. А сам вне церкви. Обольщение стопроцентное. Я сейчас смотрел недавно этот ролик ваш, новый, вот, мужчина из Австралии. И вот, ну, есть там с ним некоторые ролики, да. Я вот смотрю на современных иммигрантов, как они мечутся. Как там тяжело найти православный дух вот в этих во всех странах, понимаете. Им надо возвращаться, иначе они пропадут там в этих Америках, Австралиях. Вот сегодня беседовали с ним, и я назвал, какая там, изнеженная Австралия. Он совсем согласился, согласен с Россией, но изнежен, это неправильно, замените. Я никогда не пойду на это. Еще замените. У вас сколько бомб упало там? И спроси, сколько Россия потеряла? Даже в Америке. И то там какие-то между собой северно-восточные, южная Америка воевали. А у них-то ничего этого не было. Только тех аборигенов зажали, расстреляли, и на этом кончилось все. И вы изнеженная, я говорю, изнеженная, на это слово не согласился. Да прям сильно не согласился. Все для плоти. Вот опять же, насчет той коробки с деньгами. Ну да, для мира это замечательно. Это же замечательно, когда люди кладут деньги, сами берут товар, самообслуживание. Но сатана придет именно под этим лозунгом. Я люблю вас, скажет он. Любите друг друга. Он отменит все вооружение. Он даст людям огромные средства. Даст им счастье, мир, любовь. Именно это ведь принесет сатана. Да. Именно этого надо бегать. Вот этого вот мирского устроения. А у нас, у нас все. У нас, пожалуйста, и воры, и проститутки, и разбойники. Как замечательно. Ну как у Христа кто приходил? Кто ему ноги омывал слезами-то? Какая она была? Путана. И однако Господь сказал о таких словах, которые ни один фарисей не услышал. Мы, если услышали, мы в православии должны быть светочным для других людей-то. Не так, что пришел, исповедовался или не исповедовался, пошел опять. Мы тут должны себя строго держать. У нас все средства для этого есть. Есть священники. У нас есть таинство. А у них-то ничего нету. Почему Иоанн Златоуз говорит, когда он проповедовал однажды в храме, а ему говорят, вот ты опять говоришь против пьяниц. Убедил он, смотри, вшенок-то в этот-то, и идут твои прихожане. Он говорит, а я не говорил, что всех сумею убедить. Ну если, говорит, всех не сумел, но человек-то сто убедил, а потом и сам же отвечает, нету, ну может быть я десять убедил. Ну не десять. Ну вы-то никуда не ушли, сидите здесь. Наконец им это говорит так. Вот мы должны, ну, видеть, как это есть. Я и не говорил, что я сумею всех убедить. Но вот новая душа опять приходит. Сейчас у меня двое. Сегодня полный комплект, 38 книг просят в Америке. Из Америки. Маленько только прошло время, и сейчас с Украины просят полный комплект. У меня и книг-то уже немного. Люди, мы, говорит, наткнулись на ваши материалы, и мы, говорит, сразу ушли от сектантов, сразу же. И сейчас не вылазим здесь. Время не хватает смотреть, так много у вас, говорит. А сектанты, он даже, они не только невнимательные, они неусидчивые. Вот придут, если когда с нами ходили иногда, придут в храм, минут 15 пройдет, он вращается, стоит, крутится. А что это долго будет? Он не понимает. Они ко мне пристали. Ну, а как вот 10 дев, 25 глава Матфея, Длатаус толкует, я говорю, да, ну, пойдемте ко мне. Я и целую группу привел домой. Стал считать. Ну, минут 5, не больше. У меня иконы везде, вот они закрутили головами. Ну, а он долго еще будет? Так вы же хотели послушать. Ну, одну проповедь услышите. Не послушали. Все, поднялись и ушли. Им проповедь нужна сегодня как 3 минуты с половиной. Больше он уже не выслушивает. А когда свой там развивается, что его не трогает, это хоть целый день проповедует. А потом поют они, замечательные люди. Но когда истина, ты посмотрел бы, с какой яростью они кидаются. Вот я пришел в Баптист, Московская, Маловузовская улица, там 2 или 3 у них, 3, вот, такие хорошие. Но я стал говорить, как они взыграли. Они меня поперли оттуда. На улицу вышли, толкают. Я перешел на другую сторону улицы, а молодежь уже за мной. А они туда, я говорю, эта сторона улицы вам не принадлежит. Разные клеветы. Первый раз видит, начал клеветать. Я их знаю очень хорошо. Это видимость. Стоит только задеть внутри, как кажется, раскаленным факелом ткнул куда-то в змеюшник. Ну, получается, что тогда получается? Они изучают Библию, Слово Божие для того, чтобы устроиться в мире. Ну, вот, да, у православных не знают Слово Божие, но люди стремятся в Царствие Небесное. Люди говорят о стяжании, да. Они плохо знают Слово, но они хорошо знают, что такое отречение себя. Вот. Но они же, протестанты, они изучают Священное Писание для того, чтобы угодить только плоти. А вот смотри, вот, Нил Сорский и Иосиф Володский, они друг друга не друзья. Но церковь православная приняла бедность, которую исповедовал, значит, Сорский, и того, но остановились все-таки на том, что церковь должна быть богатая. И вот у сектантов, у них один, Максим Максимов есть такой, сытый, справный, там, это, какое, Евангелие, благоденствие, все должны быть миллионерами. Вот и все. То, что подвиги делают, которые православные, там, они еще понятия не имеют. Вообще. Я говорю только о самых хороших, которых я знал. А сколько мы не знаем еще? Ну, вот такое дело мы не знаем. Но все-таки близко знаем. Я не хочу просто говорить, какие дела творятся, потому что я близко рядом был. Три жены у баптистов. И от всех одновременно дети. И он же сидит здесь и поет. Тогда ему уже 15 лет, пацан один подошел к нему, папа, а я тебе не отец. А кто это такой? Сергей Толстенко. Кто такой? Баптистов, родящего 67, пресвитер Никонов Алексей Дмитриевич. А он их на машине разводит, и все три жены, а от первой девять ребятишек. Я говорю, ты Любу-то почему оставил? А она меня к себе не допускала. Откуда ребятишки появились? Ну, я развелся, потому что написано, если жена любодеяния, я говорю, ну и что? Какое любодеяние? Ну, любит свое дело делать, говорит, по-своему не слушается. Любодеяния истолковал как. Любодеяние. А я ее люба звать как раз. Толстенко. Но она будет мир. Я знаю слишком много про них. И поэтому хвалиться нечем. Нечем. Змеи, говорит, на порождение Хинина. Меня еще что поразило? Вот в письме он мне пишет, что необходимо нам встретиться, чтобы исправить для вашего имиджа. Имидж. Что это у христиан, что это за имидж такой, я не понял. Вот понимаешь, они мирские. Вот из него я-то вылезла. Скажи, когда поносят вас, бьют вас, говорят, радуйтесь и веселитесь. Когда имя ваше пронесут как не угодно. Зачем я буду от себя награду отталкивать-то? Еще я с вами буду говорить. Ну вот вспомните, Агапит умирает, умирает уже, все, полуживой. А к нему врача привели. К его пещерская лавра. А кто ты такой? Я врач. А какой веры? Да тебе-то какая разница? Я знаю, как лечить твою болезнь, знаю. Какой веры? Он говорит, я армянин. Он сразу пошел вон отсюда. Как ты смел войти? О, воздух отравляешь у меня здесь. Армянина прогнал. На смертном адре. И житие святого Косьмы есть такое. Похоронили. Все тихо. И вдруг умер епископ, рядом похоронили. Он из могилы кричит, уберите этого зловонного паразита. Он развонялся здесь. Он еретик был. Он тайный еретик. Никому не говорил. Его оттуда вытолкал. Из могилы. Вот в житиях что еще написано. Еретик. Не мог, говорит, скрыться от истинного праведника. Ну что такое слово имидж? Это человек работает на имя, чтобы имя потом работало на него. Ну это, видимо, все-таки от слова имидж, лицо. Чтобы не потерять свое лицо, и чтобы прекрасно выглядеть имидж. Это из английского переперли сюда. Сегодня одна спрашивает. Я вот с иговистами там переписывался. Они говорят, есть такое удача и судьба. Я говорю, и что? А это у пророка Исаия написано. А там нет ни одного слова. Судьба есть. Есть. Девять раз, кажется, упоминается в Библии. Но она в том смысле подается, что Бог знает. Затауз говорит, судьба это изобретение дьявола. Что запрограммировано, я другим не могу быть. И поэтому я иду, как щекотило, убиваю. Нет такой судьбы. А иначе как можно было сказать, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. А я запрограммирован на зло. Я только Гитлером могу быть. Но и Гитлер мог бы покаяться. Ну я вот по поводу имиджа. Он мне когда-то написал. И вы знаете, я так думаю. Я говорю, тебе надо приехать и хотя бы двое суток у меня рядом с моей кроватью посидеть. То есть у меня 15 лет приступы. Это вот люди с такими приступами, с камнями, с такими. В реанимацию забирают и люди там, не знаю, от боли, от этих на потолок лезут. А они у меня каждый день. И я лежу по двое, по трое суток на деревянном матрасе. Понимаете, вообще не шевеляясь, не поворачиваясь. День и ночь, день и ночь, день и ночь. Вот. И у меня ни пролежни, ничего. И я замещаю целый миссионерский отдел. У меня и соцсети, и ролики, и туда, и сюда, и ответы, и все. Я говорю, ты прийди, посмотри на мой имидж, и ты узнаешь, что такое христианство. Так ты мне этих демонов-то заблокировал, а они ко мне на форум все еще не попадают. Они тебя боятся. Да это не демоны, это роботы. Это демоны, они и есть демоны. Зачем им у меня их регистрироваться-то? Зачем? Ничего не могу сделать. И даже своих братьев просили, никто не помог. А тебе только, да, ты расправился, они говорят, под орех. Видимо, там такую преграду поставили, что на лбами бьются эти роботы-то, и кверх тормашками валяются. Ну а что? А вот если, по сути, по большому разобраться-то... Вы знаете, что сейчас в мире готовят... Ну, они, в общем, хотят объединить все системы в одно. То есть всю информацию собрать в одном, как бы, это будет называться суперразум, суперсовершенный сверхразум будет. Вот, это будет, как бы, интеллект такой вот, искусственный интеллект. И они хотят создать вот этот искусственный интеллект, который будет обладать всей информацией мира, вот, и соединить его с человеческим мозгом. Вы понимаете? И получится самый настоящий антихрист. Он будет совершенный человек для этого мира. Он будет все знать, он будет все уметь, он будет показывать такие вещи. И он будет... Вот как компьютер сегодня выдает поисковик ответ на любой вопрос мгновенно, так сатана сможет отвечать на любые вопросы. Вы представляете? Не верю этому, не получится. У меня мама, Мария Егоровна, ну, на квартиру пустили пятидесятника. Ну, у нас где-то не было, а он решил ее там, как говорится, переблатовать. Ну, начал я рассказывать языки, что она-то женщина совсем неграмотная-то. Она послушала его там, его звать, а он где-то вулканизаторщиком работал, шины клеит-то. Она говорит там, Валера, ты Богородицу выучи и достойно. И тогда тебе этого не надо будет говорить. А он, а что это такое? Никогда ни один антихрист не знает, что на эти слова ответить-то. Самое простенькое. Надо же сказать, простота-то, всю мудрость его погасила. И он стоит, рот развернул. А что такое Богородица? Она говорит, слушай, учись, и стала ему считать. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, повторяй за мной. А она ему стала говорить, и он больше ни разу к ней не подошел. Или он что-то думал по-своему? Эти устройства, они существуют, но они пока еще поверхностные. А если их встроить, их осталось только встроить вовнутрь. А так это уже, в принципе, все готово. Нет, написано, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего. Так к тому времени уже духа не будет. Останутся люди, вот именно такие, стремящиеся к этому мирскому совершенству. Такие-то они и так все время здесь. А почему Бог дьявола не убрал? А вот, говорит, почему не убрал? Некоторые боролись и победили. А за что бы награда была? Евг сидел на гноище и спасся. А Адам был в раю и выпал, Златоуз говорит. Эти люди-то почему? Они приготовлены к вечной жизни. Имена их не записаны. И поэтому они его и примут. А верующие не примут, они его разоблащат. В трех разговорах Владимир Сергеевич Соловьев-то об этом и говорит. Так, это понятное дело, конечно. Знаешь, что я... Они-то... Ну да, говорит. Я хотел сказать. Я так только думаю. Показывали фильм однажды, как Бог давал скрижали Моисею. И луч, как лазерный луч, обхватывает скалу. И по скале, и плавится, пламень плавится, и буквы врезанные туда. От температуры. Видел, может, да? Так вот. Я так думаю. Это мне так просто положено, что в словах Божьих, то есть в Святой Библии, заложено такое, чего мы никогда не поймем, пока мы на земле. Вот опять один звонит тут. Ну ладно. Да, слушай. Вот никогда не узнаю, почему. Это не буквы. Это что-то такое, как вот этот лазерный луч прожигает. Вот три искушения, которые сатана подошел ко Христу, выдвинул-то. Христос отвечает. Написано. Но он бы мог найти другие места. Он ни слова не говорит, как обожженный отскакивает. Снова приступает. Третий раз. Достоевский подробно это описывает все в «Братьях Карамазовых». Повесть об Антихристе. Это говорит, что авторитет показывает чудо. Ну и дальше какие? Три чудо. В них заключено все, что только сатана придумает. Накорми хлеба. Хлеба и зрелищ. И вот что это будет. И если мы это не верим. Игнатич, подождите. Мы знаем, что на последние времена приготовлены все равно некие пророчества, которые откроются именно в последние времена. Мы узнаем. То есть Евангелие нам откроется в своей полноте как бы. Мы узнаем многое то, что до нас веками не могли люди распознать. Ну вот так и происходит уже две тысячи лет. Сто лет назад не могли знать, сегодня знают. Вот так и обо всем можно будет. Знаете, у меня наушник вываливается из уха. Я у вас сейчас уже больше слышать не смогу. Ну ладно, давайте пальцем туда задену. Затолкаю. Прям задеваю за ухо. Не достать тебя. Ну спаси Христос, что вышел. Выходи. Для меня это тоже утешение. То есть какое? Ну радостное общение. Что говорил, значит, написано после первого-второго разумления Отвращайся, ибо он грешит, будучи самоосужден. То есть он сам себя уже повесил. Суицид исполнился. Ты ему ничего не дашь, кроме свою душу будет сатана терзать. Не надо. Во славу Богу. Все, спокойной ночи. Маклон передаем Татьяне Ильиничне. Мы каждый день за нее молимся. Хорошо. С Богом. Храни тебя Господь. Давай, отрывай.